Государственная программа бесплатной приватизации, которая должна была закончиться в марте этого года, продлена бессрочно. Начинали ее в 1991 году. За это время частной собственностью стало 70% всего жилфонда. Однако и сегодня на балансе в сибирских городах тысячи муниципальных квартир. Оформлять их в собственность люди не торопятся. Ольга Качкурова продолжит тему. О том, что у приватизации есть не только плюсы, такие как права продать, сдать в аренду или передать по наследству недвижимость, но и минусы, например, ответственность за содержание приватизированного жилья, люди поняли не сразу. Как Марина была, у нас старше подумала, у нас два девчонки все сложимся и все вместе сам это приватизируем. А плюсы и минусы приватизации были? Не знаю, как собственники теперь, если что, ремонт приходится как собственника самим делать. Те, кто в 90-е приватизировали квартиры в старых домах или бывших общежитиях, сегодня столкнулись с серьезной проблемой. Ветхие дома, где в собственность оформлены все квартиры, признаются аварийными. Но в программу расселения не включаются. Так получилось с домом 75 по улице Латвийской. Даже фонда нету здесь, понимаете, что окна в землю вросли. Сегодня на балансе Омской мэрии осталось 13 205 жилых помещений. И большинство из них в старых домах. Жильцы этих квартир не платят налог на собственность и взносы фонд капремонта. Это делает муниципалитет. В год такие платежи обходятся бюджету в 1 миллион 300 тысяч рублей. По мнению экспертов, чиновникам невыгодно содержать это жилье. И именно поэтому программу приватизации продлили. Что касается квартир в очень плохом техническом состоянии, здесь, конечно же, возникает необходимость поиска баланса какого-то. То есть, стоит ли мне приватизировать вот это жилье, которое находится порой в ужасном техническом состоянии. А вот жители ведомственных общежитий в программу приватизации не попали. Так в Новосибирске ученые Академгородка не могут оформить собственность своей комнаты, потому что Академия наук права на это не дает. Объясняется это тем, что общежитие — это служебное жилье, рассчитанное на молодых ученых. При этом молодые специалисты в общежития как раз идут неохотно. В Академгородке для них построили новые дома, где квартиры продаются по льготной цене. Многие представители научной среды жалуются. Академики разрешили сами себе приватизировать коттеджи, в которых живут. А им по 15 метров в собственность оформить нельзя. Фактически здесь люди томятся, как крепостные, как в феодальном обществе. Люди там до 50 лет доживают, а потом просто помирают. Потому что они не имеют возможности не создать семью, потому что им стыдно, что у них ничего нет. Они посвятили свою жизнь все науке. В попытках добиться права на приватизацию ученые обивают чиновничьи кабинеты и пишут президенту. А в Росреестре отмечают, что к ним уже поступают заявления о деприватизации жилья. Но пока такие случаи единичны. Ольга Качкурова, Наталья Киселева и Артем Шершнев. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск.